Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я закончил работу новочередной своей книгой. Вот, надеюсь, как будет выглядеть её обложка. Я ещё не предложил её издательским платформам, и поэтому не знаю, будет ли данная книга издана. Впрочем, все мои книги пока пиздавались. Но, понятно, я вначале хочу кратко рассказать об этой книге. И, думаю, эта публикация станет предисловием книги. Эта книга – сборник моих статей о моём романе «Тёмное пламя», опубликованных мною на Дзен в 2019 году. Но, понятно, я их несколько подредактировал и создал на их основе книгу. Кроме того, я опубликую здесь некоторые другие материалы. Надеюсь, так книга станет интереснее. Главное, что я хочу сделать здесь – это раскрыть конспирологическую часть творчества Ивана Ефимова, которая, наконец, после публикации книг супруг Бузиновских, особенно после «Тайны Волонда», стала всем очевидной. Впрочем, об этом и без меня публикаций появляется всё больше. Но, думаю, эта книга всё-таки не будет лишней. Долго думал, публиковать ли комментарии к этому циклу статей. И в конце концов решил, что нет. Книга, надеюсь, и так будет достаточно насыщенной. Также хочу сказать, что эта книга не совсем литературно-публицистическая. В ней есть прилично художественный раздел. Я его назвал, расскажу немного о себе. Точнее, о своей молодости. В том числе и в художественной форме. Ещё рассказ интересен тем, что он о том, как в моём конкретном случае рухнул и был разбит в дребезге принцип коллективизма. Это раздел о моём исключении из партии. Тогда, понятно, ещё и с КПСС. Исключение после того, как тогда это называлось, профилактирование органами КГБ. Правда, позже в КГБ начали яростно отрицать факт того, что со мной была проведена профилактическая работа. Это произошло на четвёртом курсе Высшего военно-политического училища в 1987 году. То есть в самый разгар перестройки. Что меня и спасло. Кроме того, это наглядно показало мне, что намерения Горбачёва были искренними. И я не разделяю сегодня тех оскорблений в его адрес, которые грязным потоком льются из уст номенклатуры. Да, Горбачёв был наивен. Да, он действовал на обум. Да, у него всё закончилось провалом. Но он искренне хотел вернуть нашу страну на адекватный путь развития и остановить процесс нашей деградации. Записи эти я начал делать в 1989 году, когда уже стал офицером. Но не публиковал почему-то, хотя у меня были все возможности. В 90-х годах у меня появилась своя бумажная газета, потом много своих ресурсов в интернете, а в 2011 году я вообще стал издающимся писателем. Но вот только недавно, в этом 2003 году, я опубликовал их в виде художественных зарисовок на Дзен. Ну а теперь вот решил включить и в эту книгу. Кроме того, в этом разделе я впервые позволил себе рассказать о своей первой любви, которая по интересному повороту судьбы пришлась как раз на этот период. И я лично сегодня уже глубоко убеждён, что это произошло далеко не случайно. Полагаю, именно здесь мы имеем ту самую, высшую математику судьбы, которую до сих пор не смогли постигнуть ни люди, ни боги. За исключением только одной, единственной богини. Кстати, главная героиня романа «Тёмное пламя» Эдна Корн. У меня смертная инкарнация этой богини. Думаю, что если бы не эта первая любовь, то я тогда, скорее всего, не захотел бы жить. Исключение из партии для меня тогда, убеждённого коммуниста, было гораздо хуже расстрела. Но главное, конечно, не это. А то, что я хочу не только через художественные образы рассказать о аномосферной теории Ивана Ефремова, а точнее Роберта Бартини и тайного общества «Диск», членом которого Иван Ефремов имел честь состоять. И в Советском Союзе, невероятно рискуя, тайно между строк в своих книгах, рассказал о аномосферном учении в толковании Роберта Бартини. Этот удивительный и таинственный человек специально для нашей страны разработал это учение, поскольку он считал, что именно русские готовы воспринять его наиболее адекватно. И первый на аномосферный путь развития в мире выйдет в Россию. Это учение не материалистическое, оно отрицает смерть. Точнее, оно построено на концепции реинкарнации. Что, впрочем, думаю, уже понятно. Из строчки обыдни корм. И вывод этот сделан Робертом Бартини не на религиозной, а на научной основе. Современная наука, кстати, все вернее соглашается с этим. И все больше ученых понимают, что смерть нашего тела – это далеко не смерть нашего я. Что, помимо многого прочего, означает, что мир по ту сторону смерти. Действительно, существует. И этот факт каждый уважающий себя человек должен учитывать. Ссылка на мой подробный документальный фильм о Роберте Бартини будет под роликом. Однако при этом данное учение является дальнейшим развитием учения коммунистического. И оно тоже построено на принципе социальной справедливости. Но оно отказалось от принципа коллективизма. Собственно, прежде всего, именно поэтому я и включил книгу «Данные художественные разделы». И оно исходит из того, что разумно и справедливо устроенное общество должно строиться на другом принципе. По сути, Иван Ефремов назвал этот принцип в своих книгах принципом Арестона. Применительно к обществу этот принцип означает, что адекватную социальную систему нужно строить на балансе интересов личности и общества, развивающихся в сторону все большего совершенства. Но этот принцип куда глубже социальной сферы. По сути, он лежит в нашем мире в основе всего, что пока еще не понято человечеством. И хотя это мировоззрение очень многое меняет, понимание действительности. Например, оно считает, что модель Вселенной, разработанная Ньютоном, Эйнштейном, учитывает далеко не все. Главные его вопросы все же социальные. И принципы, на котором оно предлагает создавать разумно и справедливо устроенное общество. Намного глубже принципов, разработанных в свое время Марксом, Энгельсом и Лениным. Впрочем, это, думаю, тоже понятно после строк о принципе коллективизма. Но что бы там ни было, я давно уже поверил, что идеи Роберта Бартени позволяют нам, наконец, как сейчас принято говорить, поднять Россию с колен, а также помочь и всему остальному человечеству. Поэтому именно социальный блок вопросов в этой книге, у книги, главный. Ссылок, где можно купить книгу, я, понятно, пока не могу дать. Но ссылки, где можно купить роман «Темное пламя», вот, кстати, как выглядит его обложка. И где можно купить его продолжение, научно-фантастическую повесть Орин, вот как выглядит ее обложка. Будут под роликом. Если понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои ролики. Поддерживайте канал «Донады». Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под роликом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!